Мы продолжаем нашу серию занятий, посвященную теории эргонической теории групповых действий. Ну и поскольку у нас был большой перерыв, то я, конечно, напомню то, что мне сегодня понадобится. А мы, я думаю, что эта часть нашего семинара займет еще это и следующее занятие, мы поговорим о эргонических теоремах для групп, мы, например, их характеризовали как группы экспоненциального роста, можно их еще по-другому характеризовать. Ну мы увидим, что тут важно. Давайте я еще дам несколько таких определений классов групп, которые в жизни встречаются. И начну я с того, что такое... Сейчас я напомню ситуацию. У меня есть G, конечнопорожденная группа. G0, ее набор образующих. Я буду считать, что он всегда симметричный. То есть, например, для свободной группы на двух образующих же 0 может состоять из четырех символов А, А в минус первой, Б, Б в минус первой. Тогда я напомню, что мы на нашу группу можем смотреть, как на граф Кэлли, у которого множество вершин, это просто сама группа, а ребра соединяют каждый элемент G с элементом GH, где H элемент G0. G, G. Тогда в этом, если считать, что длина каждого ребра в графике Кэлли равна единице, то у нас на группе возникает метрика. Ну, метрика на группе. Часто мне еще можно будет говорить о норме элемента. Это просто, ну, давайте я напишу норму G. Это минимальное такое K, что существует представление G в виде набора образующих. Ну, и понятно, что можно здесь, на этом графике Кэлли, ввести расстояние между какими-то двумя элементами G и G с волной. Это у нас, что у нас такое, это норма G минус 1 G с волной. Ну, то есть норму, если мы возьмем путь от G к G с волной, я могу сдвинуть этот путь так, чтобы начало этого пути приходилось на единичный элемент, ну, и вот тогда получится очевидно норма. Вот определение. Вот здесь можно писать набор образующих, но я часто буду предполагать его фиксировано. Так вот, мы уже говорили, что много что про группу можно сказать, глядя на этот самый граф Кэлли. И одно возможное определение здесь такое. G с набором образующих и так далее. Гиперболическое. Иногда добавляем по-громку. Это значит вот что, что если у вас есть какие-то 3 элемента в графике, есть какие-то кратчайшие пути. Ну, давайте. Для любых А, В, С из нашей группы и для любых гамма 1, 2, 3 кратчайших путей между, так, я немножко неправильно начал, существует такая константа, ну, давайте назовем ее D0, такая, что какие бы я не взял 3 точки в моей группе и какие бы я не взял кратчайшие пути между ними, значит, гамма 1 у меня, скажем, из А в В, верно следующее, что если я рассмотрю D0 окрестность гамма 1 в объединении с гамма 2, то есть я, ну, значит, я этот путь, я рисую такой волнистой линией, на самом деле понятно, что это, так сказать, ломаная, это просто последовательность ребер. Так вот, если я возьму вот эти вот две стороны этого треугольника и рассмотрю их D0 окрестность, то окажется, что в эту D0 окрестность попадает путь гамма 3. Вот такое определение. Ну, типичный пример, свободная группа. В свободной группе у нас между каждыми двумя, у нас граф это просто дерево, кратчайшие пути в дереве единственные, и понятно, что эти пути, они всегда образуют, ну, что-то вот такое. Если вы рассмотрите три кратчайших пути между тремя вершинами, то картинка всегда вот такая. Ну, понятно, она может вырождаться, так что одно из вот этих, одна из ножек этой буквы Y становится иметь нулевой длины, но картинка всегда такая. И в данном случае можно сказать, что D0 просто равно нулю. Бывают группы более сложные, где D0 нулю не равно. Но смысл остаётся примерно тем же самым, что вы, если вы, ну, можно так себе это представить, опять же, что вы не можете сильно, если вы перемножаете, ну, вот вы берёте путь гамма 1, гамма 2. Этот путь, он, конечно, не кратчайший, но мы видим, что настоящий кратчайший путь от него не очень далеко. То есть понятно, что там, где вы стыкуетесь, ну, скорее всего, у вас может быть, во-первых, что-то совсем вот такое, какой-то просто кусок, который можно сократить. Но дальше вы попадаете в ситуацию, когда вы уже находитесь, но на каком-то фиксированном расстоянии от настоящего кратчайшего пути. Вот идея в чём. Значит, такие группы, они возникают много где, я про это рассказывать не буду. Я это определение использую как такую мотивировку для другого определения. Да. Значит, а по D0 это постоянно подымет, правильно? Да, D0 это... Оно фиксировано для всей группы? Да, да. Одно-одно для всей группы. В принципе, если я правильно помню, вы можете даже менять набор образующих, там от этого будет зависеть у вас... Насколько я помню, свойство гиперболичности от этого не меняется, ну, плывёт только константа D0. Ещё, ну, отсюда, на самом деле, это на самом деле часть большой науки под названием группы с малыми сокращениями, small constellations group. Но, опять же, я про это говорить не буду. А я сформулирую такую теорему и перейду к тому классу групп, который нам понадобится. Теорема. Доказание Кэмнона и Громов. Все гиперболические группы. Давайте я напишу марковские. Что это значит, мы сейчас... Я сейчас определю. Значит, это следующее. Определение. Ж. Марковская. Если. Если существует, ну, некоторая конструкция. Если существует... Во-первых. Во-первых, некоторый граф. Он совершенно не связан с графом Кэлли. Это некоторая топологическая марковская цепь. Давайте я даже напишу. Существует топологическая марковская цепь. Ну, то есть, просто тоже самый ориентированный конечный граф. Ну, у нее есть какое-то множество состояний. Давайте. В будет множество состояний. Оно же множество вершин. Е будет множество рюбер. Ну, вот какой-то граф. Во-вторых, существует некоторое отображение из множества рюбер в G0, множество образующих группы. Если у вас есть какое угодно такое образующее, какое угодно такое отображение, то вы можете его продолжить. А именно вы можете рассмотреть отображение фи. Давайте я черточку над ним поставлю и скажу, что это отображение множества путей в этом графе в уже саму группу. Ну, все очень просто. Если у вас есть какая-то последовательность рюбер, то вы ей ставите в соответствие произведение соответствующих элементов. Третье, что мне нужно, это некоторое V0, фиксированное вершин. Мы начинаем. Отображение негативной, середины. Какое угодно. Можно все в одно. Смысл примерно... Сейчас, когда я допишу до конца, станет понятно, что к чему. Сейчас я напишу условия. Так вот, сказав все это, я хочу... Так что... Существует раз, два, три. Так что... Ноль там такие, что... Что отображение фи его можно ограничить на множество путей. Давайте я так напишу. Во-первых, мы рассмотрим множество путей, которые идут из V0 куда угодно. Значит, начало у них это V0, конец, где повезет. И я зафиксирую у них длину, n. Что я могу сказать про это множество? Ну, куда его отображает фи с чертой? Ну, оно его, заметим, отображает в шар радиуса n в группе. Ну, потому что каждый такой путь это произведение n-образующих, значит, эта точка находится на расстоянии не более чем n от вершины. Так вот, то есть пока, вообще говоря, конечно, если вот это слово, например, сократимое, то это не самый эффективный способ представления. Может быть, на самом деле, норма вот этого слова будет меньше, чем n. Вот мы требуем, чтобы это было не так. Что вот это отображается в сферу в моей группе радиуса n, то есть множество элементов, таких, что у них норма равна n. И причем вот это биекция. Вот. Вот теперь определение закончилось. То есть смысл примерно в следующем. Что давайте смотреть на эту группу, на вот эту марковскую цепь, на этот ориентированный граф, как на такой способ порождать слова в группе. Ну, то есть мы стартуем из вершины какой-нибудь в 0 и ходим по этим стрелочкам и выписываем, что у меня на этих стрелочках написано. У меня на стрелочке написано вот соответствующий образующий. Тогда, что я хочу сказать, что, во-первых, у меня слова, которые будут получаться, будут оптимальными, то есть они всегда будут кратчайшими для того элемента группы, который они представляют. а во-вторых, разным путям в графе отвечают разные слова. Разные элементы группы. Не только слова разные, но и элементы группы разные. Это вот это слово биекция. Вот в чём смысл. То есть тем самым у нас получается, что мы вместо того, чтобы говорить о нашей группе и о сфере в группе, помните, мы обсуждали, как можно писать для таких групп эргодическую теорему. Но самое естественное, за неимением каких-то других множеств, это рассматривать эргодические средние вот по этой самой сфере в группе, ну или там по шару в группе, то есть по вот этому множеству. Но шар в группе, это что, его ещё по идее опиши. А здесь у нас получается некоторое множество очень просто порождаемое. Ну марковская цепь, самое простое, что может быть. Вы сказали, что всем путям соответствуют разные слова. То есть мы возьмём всё-таки и всё-таки пройдём по однообразующему, и тогда посмотрим, например, путь по ноль дальше вниз, а потом на лево, и потом ещё раз вынесли. Это же разные пути. Разные пути, а слова одинаковые, поэтому вот это вот условие не будет выполнено. Значит, наше кодирование, наше вот это, оно не годится, оно нас не устраивает. Тут же написано, если существует, если мы смогли для группы придумать вот такую вот конструкцию, чтобы её породить, вот в этом смысле. А, то есть это то, что мы хотим? Да, это то, что мы хотим. Если мы смогли группу породить вот таким вот образом, то ура, она гмарковская. Не смогли, но либо плохо пытались, либо, может, это вообще нельзя сделать. То есть, что в сущности делают Кеннон и Громов? Они говорят, что если у вас есть такая гиперболическая группа, то вы можете построить это самое кодирование, вот этот самый граф, это отображение с образующими на стрелочках, и для него получить то, что вот это. Вот. Ну давайте какие-нибудь примеры рассмотрим. Надо сказать, что обратное утверждение здесь неверно. Неверно, что если группа марковская, то она гиперболическая. Это я сразу хочу предупредить. Ну, например, давайте начнем все-таки с заведомо гиперболической группы F2. Можно такую же картинку было бы нарисовать для Fn, но она уж стала бы совсем неудобной. Состояния мне понадобится 5 штук. Давайте я для того, чтобы не запутаться, эти состояния обозначу. Ну, это состояние я, допустим, обозначу просто V0, а еще 4 состояния я обозначу A в минус 1, V и V в минус 1. Это просто для моей памяти. Я замечу, что здесь ничего не требуется от вершин. Ну, какое-то множество вершин. Ну, я вот захотел так обозначить. Так вот, я скажу, что у меня есть вот такие стрелочки, и на каждой стрелочке написана та буква, куда оно ведет. Это касается не только этих стрелочек, но и разных других. Стрелочка из A. Теперь я из A рисую стрелочки во все состояния, кроме A в минус 1. Кроме вот этого. Я пишу на этой B, а на этой пишу B в минус 1. Точно так же здесь я пишу B, здесь я пишу A в минус 1, здесь я пишу A, здесь я пишу B в минус 1. Вот вам пример, почему для вот такого графа действительно у нас будет верно то, что здесь написано. Ну, потому что давайте посмотрим, что у нас здесь соответствует путям из вот этой вершины V0. Если мы посмотрим, что у нас может быть написано вдоль пути, то есть мы читаем буквы вдоль пути, то, во-первых, мы видим, что у нас никогда не встретится двух сокращающихся букв. Собственно, потому что у нас если мы только что написали букву, скажем, B, то, значит, сейчас мы находимся в состоянии B, а из состояния B можно попасть и написать любую из трёх других, из трёх букв, кроме B в минус 1. Поэтому у нас все слова будут несократимыми, и с другой стороны, если у нас наоборот есть несократимое слово, то мы его можем здесь написать, потому что, ну вот, давайте так и ходить, и такие стрелочки у нас здесь есть. Вот, поэтому в данном случае вот это условие выполняется. Ну, давайте ещё какие-нибудь примеры разберём. Например, группа Z. Группа Z, можно было, конечно, сказать, что Z это F1, и посмотреть, что у меня для группы F1 получается здесь. Для группы F1 получается тогда вот такая картинка. Ну, то есть, что нам надо? Нам надо сначала решить, мы будем писать образующую A или образующую A в минус 1. Ну и дальше, если мы пишем скажем A, то мы идём сюда и пишем A в нужное число раз. А если A в минус 1, то сюда. Но из этой картинки можно с другой стороны получить, например, группу Z квадрат. Z квадрат вот такая. Смотрите. Здесь как раз начинает проявляться то, что я сказал. Потому что до этого у нас кратчайшие слова у каждого элемента группы были единственные. А в Z квадрат у нас один и тот же элемент группы можно представить многими разными способами. И мы, когда мы строим вот это отображение, мы должны, говоря простыми словами, договориться, какое из слов породит наша группа, наша вот эта фи. то есть мы вот здесь у нас должно встретиться только одно слово для из всех кратчайших представляющих данный элемент группы. Ну и для группы Z квадрат мы можем, скажем, договориться, что сначала мы пишем либо A в нужной степени, либо A-1 в нужной степени, а потом будем писать B опять же в нужной степени. ну и получается вот такой граф, он довольно громоздкий, но сначала мы пишем эти самые A, а потом мы можем либо писать букву B, либо B в минус первой, ну и тогда уже только B в минус первой. То есть понятно, как устроена любой путь какой-нибудь длины в этом графе. Мы сначала пишем сколько-то букв A, либо сколько-то букв A в минус первой, после чего мы пишем либо сколько-то букв B, либо сколько-то букв B в минус первой. То есть мы из всех кратчайших представителей элементов выбираем тот, где все A собраны в начало, а все B собраны в конец. Вот пример марксского кодирования. Ну и кстати, видно, что вот эта группа у нас не гиперболическая по очевидной причине, потому что даже если я возьму, скажем, B равно C, у меня мой треугольник это на самом деле двуугольник, но только я возьму гамма-1 и гамма-3, разные пути в моей группе, так сказать, сильно разные, можно взять путь отвечающий вот такой, так сказать, и вот такой. В одном случае я как бы сначала пишу A, а потом B приписываю, а в другом случае сначала B в нужной степени, а потом A в нужной степени. Понятно, что расстояние между, скажем, вот этими точками оно большое. Ну, потому что у нас здесь метрика, это просто или один метрика, так сказать, манхэттенская, мы должны ходить по вертикали и по горизонтали, поэтому эти точки у нас далеко друг от друга. Поэтому обратное к этой теореме точно не верно. Хорошо. Мы сегодня будем обсуждать эргодическую теорию для таких марковских групп. Ну, собственно, ещё раз давайте я на этом остановлюсь, что причина, по которой мы берём именно этот класс групп, потому что с ним удобно работать, он очень удобно устроен. но пути в графе это такой объект, с которым работать удобно. Так, как же мы с ними будем работать? А вот как. Здесь нам нужно будет погрузиться в такие разделы теории случайных процессов, которые связаны с так называемыми марковскими операторами. Тут можно дать два определения. Ну, определение на самом деле одно, но сам себе это объект чисто из функционального анализа. У нас есть какое-то пространство х с мерой мю. Давайте считать, что это мера вероятностная. Да, и то, что я буду сейчас определять, я дальше буду эти слова опускать. На самом деле правильнее было бы всё время говорить о сохраняющих меру марковских операторов. Так вот, давайте, что такое марковский оператор? Оператор Q из L1 от x имел в себя марковский, точнее, вот так самым сохраняющим меру марковский. Если верно, следующее. во-первых, во-первых, он переводит любое Lp в Lp и при этом норма Q в этом самом пространстве Lp не превосходит единице. Во-вторых, если F не отрицательно, то Q тоже не отрицательно. Ну, имеется в виду, при всех значениях аргументов, или при почти всех, точнее. И третье свойство, что Q от функции тождественно равна единице, это снова функция тождественно равна единице. вот такие условия. Какое отношение такого сорта объекта имеют как раз к марковским, привычным нам марковским цепям или к чему угодно, к марковским процессам более широко. Ответ, ну давайте начнем с каких-нибудь примеров. Один пример, мы с ним уже сталкивались, это пример такой, что если у вас есть какое-то отображение t из x-мю в себя, которое сохраняет меру, то мы можем рассмотреть такой оператор. Qf это f композиция с t. То есть мы рассмотрим вот такую композицию. тогда все здесь написано и достаточно понятно. Но на самом деле здесь наш оператор действует, вот такой оператор действует даже просто как изометрия в пространстве LP. сейчас нет, прошу прощения. Ну да, потому что если мы можем написать ну давайте считаем норму Qf в пространстве LP, ну давайте в степени P. Это интеграл F вот там t от x степени P d μ от x. И если я скажу, что tx то есть я хочу написать вместо этого интеграл F d μ от y. То есть я пишу, что x это t в степени t от y наоборот y это t от s. Ну это просто формула замены переменной интеграля и сохранение меры нам как раз это и дает. Вот. Ну все остальное очевидно. Можно рассмотреть более хитрые ситуации, когда наш когда наш оператор уже не будет изометрией. Это например вот такие ситуации. Мы можем брать линейную если у нас есть там Q1 Q2 марковские то мы можем взять их линейную комбинацию ну точнее выпуклую комбинацию и она тоже марковская. Проверяйте непосредственно. Поэтому и как можно на это смотреть? Вот уже здесь видно вот представьте Q1 и Q2 это вот такие выражения с разными t. Тогда как вы могли раньше смотреть когда вы с таким говорили? Ну можно так сказать что новая функция что такое надо взять мою точку если вы хотите посчитать новую функцию в какой-то точке x в эту точку x смещаете согласно отображению t смотрится значение f там а здесь можно так сказать что вы с вероятностью лямбда применяете отображение t1 с вероятностью 1 минус лямбда отображение t2 куда-то там попадаете и смотрите значение f вот в той точке куда вы попали тогда вы можете просмотреть мат-ожидание и это мат-ожидание и будет значение этого оператора вот такая вероятностная интерпретация но на самом деле можно даже дать более глубокое понимание более глубокую связь уже не таких примеров а просто общих марковских процесс марковских операторов с общими марковскими процессами с дискретным временем я про это скажу чуть позже зачем нам нужны марковские операторы как их привязать к нашим вопросам о средних ну смотрите тут есть некоторый такой зазор вот смотрите мне здесь надо это в чем моя цель была я напомню так ну я надеюсь определение все освоили я сейчас сотру допустим что я вот у меня есть какая-то функция фи я хочу посчитать давайте скажем сферу в группе буду как-нибудь вот так обозначать чтобы отличать от всего остального тех средних которые происходят я напомню что ну давайте например вот что скажем что мы определяли с нфи как вот такое выражение ну здесь можно писать тж или тж минус первое если не принципиально вот тот объект в котором мы хотели бы работать что мы знаем если у меня моя группа марковская то я могу сделать следующее я могу записать вот это выражение таким образом ну здесь надо будет написать давайте знаете что давайте я чтобы вот эту константу с собой сейчас не таскать рассмотрю просто вот такую сумму тогда эта сумма может быть переписана как сумма по всем путям моего значит идущих из V0 куда угодно длины m и здесь у меня будет написано φ в композиции с ну вопрос в каком порядке их писать ну например вот в таком сейчас мне будет удобно да наверное именно так можно писать так можно писать в обратном порядке это вопрос соглашения на самом деле если я здесь вместо Жен напишу в минус первой то можно одно в другое переписать так что тогда у нас получается давайте даже я эту сумму распишу более сложным образом а именно я напишу что это сумма по всем у вершин а здесь будут пути из V0 в у и тогда я сделаю вот что я рассмотрю вот такой оператор во первых я рассмотрю у меня фи лежит я напомню функции на каком-то пространстве x тогда а я из него сделаю сейчас другое пространство я сделаю из него пространство от y к ню где в качестве y я возьму x умноженное на моё множество состояний V а в качестве ню я возьму ню умноженное на некоторую меру на пространстве состояний давайте я её обозначу P это мера на пространстве состояний что я тогда хочу написать ну тогда я хочу написать да я прошу заметить что когда у меня Psi функция вот V1 на таком произведении я могу про неё думать не как про функцию двух аргументов а как про набор функций ну так сказать написать Psi состояние моей цепи моего ну да маймарской цепи и я теперь определю такой оператор он будет так сказать матричным вот смотрите если я рассмотрю QPsi да здесь я давайте я напишу вот так если я здесь напишу такое выражение что житая компонента это сумма по всем и ну ладно по всем и следующих величин давайте я напишу Psi в композиции с T и G T ну где T и G T равно T FI от E если у меня есть ребро из E в G ну и 0 иначе только лучше здесь наверное было бы написать TG и от FI от FI от Psi простите E вот такая формула тогда если я применю ее два раза то есть то есть что она мне говорит что я должен если я хочу посчитать житую компоненту я должен ну в сущности по всем ребрам входящим в это самое G сложить ну вот то что здесь написано то есть рассмотреть как раз вот такие комбинации если я рассмотрю вторую степень этого оператора то у меня такая сумма превратится в двойную сумму и будет стоять сумма вот таких выражений по всем путям длины 2 и так далее то есть видно что формально можно написать так что Q в N Пси от G это вот что такое это давайте здесь наоборот напишу вот смотрите ну ладно да где Фи с волной КТ равно нулю если К не равно В0 и Фи иначе если К равно В0 вот что у нас получилось значит ну я надеюсь понятно что здесь как раз вот в этом куэндуме скрывается применение отвечающая сумма по всем путям по всем путям длины N значит вот таких произведений но дальше мне надо из этих путей выбрать те у которых начало V0 чтобы это сделать я ввожу вот такую функцию то есть если у меня путь начинался не в V0 то он бы просто в конце применялся вот это последствия операторов применялась бы к нулевой функции ну и поэтому толку от него никого и не было поэтому вот то что вот что здесь написано значит ну это нехитрый трюк важно из него заметить следующее что мы договорились что вот такие сферические средние они очень близко связаны с степенями вот такого оператора у этого есть некоторое неприятное казалось бы ну все вот он нам оператор теперь можно ну функциональный анализ наверное что-то знает про сходимость степеней марковских операторов ну и дальше можно получать эргодические теоремы тут есть на самом деле один подводный камень подводный камень стоит в том что вот этот оператор он конечно не марковский ну потому что у вас сумма коэффициентов здесь ну можете рассмотреть самый простой пример когда у вас скажем там две компоненты и есть ребра все какие только возможны тогда у вас понятно что норма будет ну так сказать два а не а не единица что делать делать надо вот что нам надо из топологической марковской цепи сделать настоящую что такое настоящая марковская цепь марковская цепь с вероятностями с вероятностями перехода то есть на самом деле мы должны немножко это определение подправить а именно вот здесь написать поежи только сейчас мне немножко ну здесь надо написать какие числа давайте пока ци и эти числа должны и еще у нас есть один элемент которым мы можем пока управлять и который пока не сыграл это вот эта мера п на пространство состояния мы можем разным компонентам придавать разные веса что тогда у меня если я напишу здесь какие-нибудь числа то что у меня испортится испортится у меня на самом деле следующее вот здесь у меня будет написано произведение таких цей и житых по всем ребрам в моем пути ну давайте напишу произведение цей и житых то есть разные пути у меня сюда теперь войдут ну если я читаю вот это с разными весами ну и тогда казалось бы все развалится ничего подобного оказывается можно цей и житые так подобрать чтобы все веса все пути вот здесь имели одинаковый вес давайте я это объясню теорема та марковская цепь которую мы построим часто ну марковская мера как еще говорят обычно называется мера перри и состоит она и что что же это за мера такая пусть есть топологическая марковская цепь значит ну пишу в имею ввиду что это граф причем этот граф удовлетворяет некоторым условиям которые я впишу потом тогда существует матрица переходов давайте давайте я еще здесь напишу что m это матрица инцидентности ну то есть m и g равно единице если есть ребро из g 0 иначе вот существует матрица переходов ну давайте ее обозначим скажем p и можно писать и стационарное распределение ну скажем p со стрелочкой которая есть значит я напомню что слово стационарное уже нам кое-что говорит о связи вот этих двух штук значит во-первых раз она матрица переходов то она конечно стахастическая значит p и житые у меня не отрицательны сумма по g p и житых равна единице это условие матрица переходов и то что состояние что распределение у меня стационарное говорит что вот это то есть но если вы вспомните как для марковской цепи считаются вероятности то вероятность того что мы в какой-то момент времени скажем в нулевой находимся в состоянии жи такая же как мы вероятность то что мы в первый момент времени находимся в состоянии жи так вот значит что от них требуется такие что первое свойство говорит что оно у нас вот это пи будет согласовано с матрицей м в следующем смысле что если p и житая больше нуля то m и житая равно единице то есть если какой-то переход у нас запрещен то он заведомо имеет вероятность 0 второе свойство такое что вероятность того что какой-то последовательность какой-то последовательности состоянии в смысле вот этой марковской цепи xk равно ик это некоторая функция которая зависит исключительно от и 0 ну я конечно предполагаю что эти переходы у меня разрешены если они не разрешены то вероятность 0 так вот эта функция которая зависит только от и 0 ик ик от трех параметров начального состояния конечного состояния длины пути вот такая теорема как это нам поможет поможет это нам на самом деле вот как если мы в качестве вот этой меры p возьмем это самое стационарное распределение в качестве c и житых вот возьмем тут может быть я сейчас немножко ошибусь но по-моему можно надо взять просто вот именно эти p и житые и надо взять то оказывается как несложно проверить вот такое выражение имеет тогда для вот такого оператора у нас будет работать вот такой оператор уже будет марковским что у меня будет тогда здесь написано ну здесь тогда получается что будет написан вот этот самый вес ну вес неважно он константа здесь можно даже на самом деле этот вес можно даже представить в виде произведения трех функций там f1 от и 0 на f2 от ик и на лямбда в степени к нетрудно сообразить что он будет возрастать экспоненциальным образом точнее убывать конечно экспоненциальным образом вот и здесь у меня соответственно если я напишу вот такое выражение ну возникнет что здесь написано на f1 от v0 на f2 от u и на что там надо еще написать на лямбда в степени минус n и ну вот эти функции вот эти штуки они на самом деле сильно ситуацию не портят ну например я напомню что пока мы вот за этим равенством следили а при этом вот это равенство у меня испортилось мне надо с ним что-то сделать ну во первых во первых если я здесь возьму и скажем мою функцию фи поделю на f1 от v0 вот функция фи с волной я поделю тогда и здесь поделится и этого уже не будет во вторых я здесь буду брать не просто сумму а сумму деленную на f2 от u ну это же конечная сумма тут не важно на что там делить осталось у меня здесь лямбда в степени минус n с которым ничего не поделаешь ну то есть можно конечно написать умножить на лямбда в степени n чтобы получилось совсем верное равенство но от этого лямбда в степени n никуда не денешься это как раз вещь осмысленная потому что вот то что здесь написано это функция но которая норма так сказать не растет мы марковский оператор применяем там если была норма единица тут за счет всего что мы понавешали ну она будет какая-то константа а здесь мы берем сумму по большой сфере в нашей группе поэтому естественно было бы считать что ну как-то растет ну или что то же самое по множеству всех путей путей много их экспоненциально много но вот это собственно лямбда в степени она отсюда и берется рост должен быть ну легко сообразить что если мы хотим написать настоящую настоящая сферическая средняя то можно было написать просто вот это вот все только ну давайте я так напишу немножко формалистически sn с волной от фи на sn с волной от единицы но важно здесь в этой формуле вот что что в знаменателе и в числителе будет написано одно и то же лямбда в степени n поэтому оно сократится то есть у меня будет написано сумма там q в n от фи с волной у то это делить на 1 а здесь будет написано то же самое только от функции так сказать единица с волной единица с волной это функция где вместо фи и подставить единицу сюда вниз ну и в общем с этим уже можно работать если мы скажем знаем что все вот эти штуки сходятся то и тут у нас будет сходимость вот значит сказав это мы в общем я надеюсь что я вас убедил что вопросы о сходимости сферических средних можно переговорить на языке сходимости марковских операторов и собственно этим мы будем заниматься видимо сегодня и немножко в следующий раз что же знает наука про сходимость последовательности марковских операторов ну знает она следующее давайте я еще одну вещь скажу откуда берется собственно вот эта лямбда если мы посмотрим вот на эту формулу когда у нас в качестве функции взята единичка то станет понятно что лямбда в степени n это асимптотика это рост числа путей ну если здесь написано просто функции ну там не всех путей а путей скажем из вершины в ноль вершину у но это неважно оно растет экспоненциально что тогда такое вот эта лямбда эта лямбда это на самом деле старшее самое большое собственное значение матрица инцидентности ну дело в том что число путей из вершины у вершину в это надо как я там пути длины 1000 как его посчитать надо взять эту матрицу м возвести в тысячную степень ну и взять соответствующий элемент у в когда мы матрицу возводим в большую степень то понятно что ее элементы будут у нас вести себя примерно как ну старшее собственное значение там в какой-то степени тут конечно возникают сразу вопросы что вообще во первых это не всегда так но если вы возьмете там не знаю диагональную матрицу то у вас то что происходит в каждой клеточке на диагонали оно зависит исключительно того лямбда который там написано вне диагонали вас вообще всегда нули будут поэтому нам надо чтобы наша матрица она как-то связывала между собой все-таки разные но там столбцы строки и так далее условия которые здесь надо написать состоит в том что давайте я так напишу для любых у и в существует путь из у в ну название у него разное там в теории маркских цепей иногда называют неприводимым случаем на языке графов ориентированных это называют сильно связанным ориентированным графом но условия надеюсь понятно что она из этого условия на самом деле следует что вот эта матрица м так называемый терема перона фрабениуса обладает собственно обладает одним обладает собственным значением положительным который называется собственным значением перона фрабениуса а это собственное значение ну во первых оно самое большое по модулю все остальные собственные значения лежат в круге с радиусом строго меньше чем она и оно простое то есть никаких жардановых клеток с ним например не бывает но вот одно максимальное ну и как я уже сказал отсюда на самом деле следует что все элементы м и ж будут расти я хочу немножко больше чтобы то что я говорил было совсем верно вот это на самом деле будет верно и без что было вот вот такое нужно немножко больше сказать нужно сказать что существует такое к что для любого для любых улев м в к ты в положить то есть есть такое к некоторые константы универсальное не зависит ни от чего что все что есть путь длины к между любыми двумя вершинами вот дело в том что бывают так называемые периодически марковские цепи ну скажем представьте 2 2 2 группы состояний и вас они все время меняются друг с другом тогда вот такой асимптотики вы наблюдать не сможете вот а если такого нет то вот все как я сказал вот доказательства этой теоремы на самом деле после сказанного не очень сложно это некоторое такое упражнение по линейной алгебре если уже знать теорема перона фрабениуса который говорит что вот в этом случае существуют у нашей матрицы я уже сказал существует вот это самое собственное значение соответствующему собственный вектор будет иметь положительные координаты тогда формулы на самом деле довольно простые если я ничего не путаю надо написать что-то в таком духе может быть я сейчас перепутаю местами и и ж но надо написать вот такое выражение где h это собственный вектор кажется левой в общем вот здесь если вы в эти с этим немножко поиграть ну давайте подумаем если я напишу такую формулу то есть что значит это значит что h это значит если в строчку пишем это сумма h житая строка сейчас ну да строка здесь надо здесь столбец и ты то есть на м житая ну да вот вроде бы и получается если я вот на эту строчку посмотрю то я увижу что вот это по и жи если я ничего не перепутал будет что 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 у меня получилось что сумма лямбда сейчас у меня получилось что давайте разберемся что тут надо написать если я рассмотрю ну вот давайте посмотрю сейчас а нет на здесь все таки правый собственный вектор тогда а левый давайте альфа обозначим тогда если я рассмотрю ну давайте запишем это сумма значит м и житая на h житая равно лямбда h и т поэтому ну и можно так написать вот это что это сумма по всем ребрам из и в жи а поэтому если я определю p и жи вот так то когда я буду писать вот это условие то у меня как раз здесь сверху будет стоять сумма вот такие вот вот эта сумма альфа и т ну потому что естественно так или ноль если м и житая равно нулю и мы видим что это краслямда аж и т так что все сократится и будет единичка ну а второе условие тоже можно написать если я правильно помню p и т надо взять что-то типа альфа и т на h и т ну надо эти эти векторы они определенность точность умножения на константу ну надо их так определить чтобы сумма вот этих выражений была единичка вот и тогда все получится но это не хитрое упражнение по линейной алгебре вот таким образом мы строим эту самую меру перри и с помощью этой меры перри как я уже сказал строим то что связываем суммы средние там по сфере группе или средние по множеству суммы такие усреднения по множеству путей с вот со степенями марковского оператора вот а что я еще хотел сказать вот здесь знаменатель он все равно выглядит довольно громоздко но давайте я могу сделать проще если я вот эту последовательность заменю на эквивалентную то у меня ничего не изменится асимптотика будет та же самая и давайте я просто скажу что это эквивалентная последовательность это лямбда в степени ну там константа на лямбду в степени потому что здесь написано что здесь написано просто число путей из у из в 0 в у которая как мы знаем растет экспоненциально с показателем лямбда вот и все так что я мог бы здесь написать просто там просто вот такое выражение это было бы эквивалентная последовательность для средних я мог бы исследовать сходимость вот этих чисел да почему оно растет экспоненциально во первых оно равно это упражнение вот и равно вот такой вот такой штуке раз теперь если вы матрицу возводите в степень то как себя ведет то у нее есть элемент то есть вы рассматриваете вот это выражение как функцию от к можете себе это представить так давайте приведем нашу матрицу к жардановой форме тогда в разных клеточках там будет что там будет написано ну в каких клетчиках будет написано не пойми что но она обязательно будет такая клетка в которой написано лямбда вот эта старшая лямбда самая большая лямбда в степени n а поскольку мы знаем в степени k ну с химикоэффициентом а поскольку мы знаем что оно у нас в кратности 1 то оно будет написано именно лямбда в степени k а не скажем k умножить на лямбда в степени k если бы у нас была жардановая клетка там и такое бывает у нас этого не будет значит самый быстро растущий член элемент точнее в что ж в степени k где ж жарда на нормальной форме это лямбда в степени k если мы берем и сопрягаем это нашей матрицей c то мы получаем что где-то там в нашей вот в этой матрице есть элемент который растет настолько быстро значит есть такие у и в что вот эта штука растет как лямбда в степени k с какой-то константой но с другой стороны теперь как раз давайте посмотрим вот на это условие и напишем вот такую вот такую вещь что давайте здесь я напишу m а здесь я напишу mk ну почему это так если бы я здесь написал сумму по всему ноль и в ноль то это был просто верно и равенство а я из этой суммы извлек только одно слагаемое а именно я извлек ровно то слагаемое для которого вот это растет так как мы описали то есть вот это выражение оно будет асинтетически как константа на лямбду в степени n-2k ну 2k ну 2k это же константа поэтому это будет цена лямбда в степени то есть при этом условии у меня все элементы в моей матрице должны расти именно с такой скоростью все вот ну можете то же самое перевести на язык путей если вы хотите посчитать пути длины n между какими-то вершинами давайте в начало и в конец припишем пути приходящие вот этим у ноль и в ноль между у ноль и в ноль путей длины n-2k их экспоненциально много ну а всех путей тогда будет даже больше чем вот путей такого формата хорошо значит мы теперь можем обсуждать сходимость вот этих марковских операторов что же нам что же здесь человечество известно оказывается что для них имеет место эргадическая теорема а именно если мы берем функцию из l1 то ну я уж не буду если q марковский оператор в карту q фи q в ноль фи если мы возьмем средние вот такая последовательность сходится вот такая последовательность сходится а почти всюду и в l1 ну а если здесь у меня оно принадлежит lp то будет сходимость в lp ну и естественно почти всюду тоже вот ну в частности как если в качестве оператора q взять вот самый простой вот такой оператор то это просто как мы понимаем обычная эргадическая теорема для одного преобразования если что-то более сложное ну вот такое есть доказывать эту теорему я не буду кто хочет может найти это там в книжках по теории случайных процессов что если немножко еще взяв эту теорему помедитировать над вот этой формулой то получится на самом деле следующее ну я уже сказал что на самом деле знаменатель можно так сказать игнорировать он стремится к константе и поэтому здесь у меня на самом деле получается вот что теорема пусть рассмотрим последовательность сферических средних и усредним ее по Чезаро пусть и нет нормально тогда ну потому что значит здесь что произошло когда я буду складывать вот эти эскаты я могу мысленно вместо них подставить вот такие выражения а потом я еще и сделаю некоторую такую вольность я у меня же знаменатель стремится к константе давайте я его скажу что заменю его просто на эту самую константу ну можно доказать что при этом ничего не портится и тогда у меня получится ровно выражение вот такого сорта вот и все значит если мы хотим но это все на самом деле работает вот если действовать так прямолинейно только в каком случае давайте мы еще раз вспомним всю цепочку мы начали с группы например марковской для нее построили меру перри и марковский оператор тогда из эрганической теоремы для этого марковского оператора вытекает вот такая сходимость усреднений по Чезаро сферических средних в группе но и тут есть ключевой момент мы видели ну вот на картинках которые я стер что там то условие которые я писал но совсем не выполнены я напомню какое условие я писал что мы пишем значит мы хотим чтобы вот в том графе который я нарисовал из любой вершины можно пройти в любую ну где-то это условие нарушено так совсем слабо там но если вы помните график для свободной группы там есть так сказать начальное состояние из которого мы первым же ходом сваливаемся в одно из четырех состояний дальше живем все время внизу для там группы типа z квадрат ситуация более сложная там уже там так сказать мы сначала живем вот на этой горизонтали а потом с нее падаем ну либо вверх либо вниз и обратно вернуться уже не можем более сложная ситуация но в общем тут есть проблема значит тем не менее эту проблему можно решить решение но это к сожалению некоторое довольно длинное вычисление с оценками которое сводится примерно к следующему смотрите если то есть значит для еще раз давайте я объясню если у нас граф плохой то у нас не получится построить меру перри не получится не просто потому что мы плохо старались потому что просто нет потому что если у нас граф не значит ну там есть такое условие относительно наивное когда мы вот та самая периодичность когда есть части которые переставляются это действительно не критично здесь но если например наша марковская цепь разбивает в ней состояние разбиваются на два класса и стрелочки ну есть какие-то стрелочки внутри а все стрелочки между ними ведут только вниз то вот это сложная ситуация здесь уже так не выкрутишься но оказывается что можно тем не менее так сказать из средних для вот этой ситуации получить среднее ну там среднее по множеству путей для вот такой ситуации их можно выразить но они будут чем-то типа свертки нетрудно сообразить из путей в верхнем графе длины k и из путей в нижнем ну понятно потому что путь длины к плюс l плюс 1 в этом графе это сначала путь длины k сверху потом одно ребро сверху вниз потом еще l шагов внизу и это и дальше надо доказать что при вот этой процедуре все тем не менее можно из того что для обеих половинок эта теорема уже допустим доказана получить соответствующую теорему для всего большого графа ну там и ключевая идея на самом деле там будет состоять в том что мы оцениваем число таких путей мы уже сказали что оно должно расти как лямбда в степени n в более сложных ситуациях оно может расти не как лямбда в степени n а как там n в катый на лямбда в степени n если у вас есть жардановые клетки то как нетрудно сообразить рост будет такой вот поэтому это значит уже детали но из этих вот асимптотик можно оказывается вывести что и для любых графов это теорема тоже верно но хорошо значит мы более или менее разобрались с исходимостью вот этих выражений что мы можем еще сказать ну мы можем еще сказать что если все это куда-то сходится то как нетрудно сообразить q фи с чертой равно фи с чертой и дальше можно пытаться где q это ну что то вот такого сорта точнее тут опять же давайте пока считать что мы находимся в хорошей ситуации когда у нас есть мере перри когда ее нет то придется значит как-то отдельно с этим бороться и нам надо отсюда из вот ну скажем из вот выражение такого типа выудить информацию о фи с чертой если вы помните кажется я результат анонсировал при некоторых условиях на наш граф отсюда можно вывести что вот это фи с чертой а будет инвариантно относительно там всех всех преобразований всех образующих групп ну давайте я сегодня про это говорить не буду может если успею расскажу в следующий раз кажется в самом простом контексте это у нас уже встречалось что еще тут какие еще вопросы тут можно задать ну хорошо вот эти центы средние по чизар они сходятся а что можно сказать про саму последовательность скт от фи это конечно объект который уже нет такого прямого аналога для для скажем действие одного отображения то что естественно если бы мы говорили об одном отображении то ск от фи это было бы там фи в композиции с какой-то степенью конечно никакой сходимости тут бы не было но мы находимся не в этой ситуации мы будем считать что наш граф наша группа она какая-то достаточно богатая и тогда есть шанс что мы будем наблюдать уже сходимость самих вот этих вот ск от их ну и оказывается что это действительно так но но это получается как бы сказать далеко не бесплатно а только при некоторых условиях откуда вообще то есть соответственно что мы получаем нам надо если мы хотим заниматься сходимостью вот этих эскатов самих то как мы видели это все равно что заниматься сходить сходимостью степеней нашего оператора q то есть мы бы хотели получить какой-нибудь какое-нибудь утверждение такого типа что там аналог что там любой но и неважно давайте хотя бы из l2 вот эти выражения утверждение уже теперь просто q от фи не сходят с каком-то фи чертой приятность в том что такого сорта общих утверждений быть не может как мы знаем потому что если в качестве q взять вот этот оператор то ничего не получится если q это вот такой оператор то степень его как я уже говорил не сходится однако у этой в этой как сказать у этого у этой ситуации есть некоторое это можно поправить и вот как теорема роты говорит нам следующее что если у нас есть марковский оператор есть двойственный к нему марковский оператор который я обозначил q со звездочкой двойственный он в самом прямом смысле ну например если думать про пространство l2 то это то у вас это просто будет сопряженный оператор если думать про пространство lp то есть сопряженное к нему пространство lq и соответственно эти операторы они будут взаимно обратно но если двойственны в эти пространства если там единица на p плюс единица на q равно единице вот но давайте даже думать сейчас про l2 про гильберта в случае нам этого хватит тогда как раз есть сходимость почему у нас не возникает проблем с вот тем оператором ну представьте себе что ты у вас скажем обратимое отображение ну и соответственно f и т и т в минус 1 сохраняют нашу нашу меру на пространстве тогда как нетрудно сообразить если мы считаем скалярное произведение вот такое то это все равно что посчитать скалярное произведение вот такое ну потому что просто замена переменных у вас здесь написано антеграл интеграл f от у g от т в минус 1 у дмю от у ну и если у это тх то вот оно соответствие то есть сопряженный оператор будет таким же только с т в минус 1 и поэтому в этом случае теорема рота превращается в совершенно бестолковое утверждение что последовательность стоящей из одних функций фи действительно сходится но в этом случае оно конечно никого толку нам не дает а в общем случае даст ну хорошо давайте я попробую ну давайте начнем с того что обрисую что у нас будет с на остальной части сегодня и что будет в следующий раз значит в следующий раз я хочу построить марковское кодирование оно будет ну почти такое же как оно немножко будет отличаться от определения марковской группы которые я сказал для некоторого вполне определенного класса групп это будет такая опять геометрия а сегодня я хочу еще минут 15 я надеюсь потратить на такую теорию вероятностей чтобы показать как на самом деле можно про это думать и в частности сделать понятным одно название дело в том что вот эта теорема наносит такое название ну или вот этот точнее метод рассуждений который здесь применяется это Нирен де Ферфара для меня это по-прежнему загадка почему рота который итальянец публикует статью на английском языке использовался вот таким названием значит по-немецки это означает так сказать путешествие туда и обратно поездка туда и обратно вот где же здесь это самое туда и обратно ну вот как бы хочется сказать что вот оно туда вот оно обратно это действительно так и есть но давайте я про это сейчас и скажу это связано с тем что я уже немножко упоминал а именно с тем что можно на марковские операторы смотреть как на как бы вероятностное применение одной из многих функций ну вот здесь например двух помните с вероятностью лямбда я применяю т1 а с вероятностью 1 лямбда я применяю т2 а что будет в общем случае ну это оказывается строится вот как давайте рассмотрим у меня есть этот самый ху который действует из л1 ху у себя и я рассмотрю пространство давайте я буду назначать скажем х двойное которое есть x в степени z то есть пространство последовательности элементов x это будет вероятностное пространство на этом вероятностном пространстве я сейчас задам меру вероятностную естественно откуда она берется берется она вот вот откуда я на этом x в степени z определю некоторый случайный процесс может быть пока мне будет проще начать с z плюс я начну с того чтобы вот такие условные меры ну во первых вероятность того что x 0 принадлежит какому-то множеству а это будет просто мю от а значит вот она вот это мюл ну я напомню вероятность пример кроме того я скажу что я условная вероятность того что x 1 принадлежит а при условии что x 0 равно чему-нибудь также потом я запределил вот такую условную меру пусть у меня есть вот такая последовательность мер ну если может быть ну там требуется какая-то минимальная регулярность по измеримость по вот этим z0 и так далее по аргументам которые здесь написаны ну пусть они все заданы тогда говорить теорема ионеску тулча это один человек такой фамилией соответственно румынско-американский математика для которого существует тогда такая вероятность для которой вот если я здесь напишу скажем мю 1 а там вот если мне заданы все такие функции мюн пусть они все даны тогда существует марковский процесс для которого условные вероятности будут ровно такими это теорема мы это применим в одном конкретном случае а именно мы скажем что вот это вот все эти вероятности они все совершенно одинаковые а именно вот несмотря на то что здесь написано нечто очень сложное здесь здесь также на самом деле будет зависимость только от последнего элемента так сказать у меня я плохо сказал там это не будет конечно марковским процессом а вот здесь будет оказывает значит я потребую чтобы вот все эти вероятности были всего лишь одной единство одной той же функции вот этой вот и даже более того я эту функцию сейчас напишу если у меня есть мой марковский оператор то смотрите что я могу сделать я могу взять этот марковский оператор а применить его к индикатору моего множества а а получить некоторую функцию посчитать эту функцию в точке z0 ну что тогда получится во первых понятно аддитивность если я мое множество а разбил там на два или на счетное число кусочков то здесь у меня будет написано тоже сумма соответствующих функций но поскольку оператор мне непрерывен то когда я здесь перехожу пределы или складывают у меня здесь эти штуки складываются все это не отрицательные числа поэтому тут проблемы никакой нет я дальше просто не смотрю в точке z0 вот определение и того если у меня есть марковский оператор то я построил некоторый процесс на самом деле это будет марковский процесс но я не хочу создавать строгого определения на пространстве траектории вот на этом пространстве я вот здесь задал меру p вот на x у меня теперь такая штука более того эта мера p марковская будет стационарной то есть распределение именно за счет того что q сохранял у меня меру я могу написать что так сказать безусловная мера на x1 будет та же самая мил ну давайте я давайте вот здесь напишу формулу которая на самом деле у нас получается получается у нас вот какая формула если я интересуюсь интеграл некоторый по моему пространству ну я могу написать x в степени z но я буду считать что моя функция зависит только от конечного числа аргументов почему-то я их стал написать буквами z не знаю dp то это будет вот такой интеграл интеграл по x вот ну давайте так напишу в моем конкретном случае этот интеграл будет вот так вычисляться здесь вот где я пишу dm1 от z1 z0 надо иметь в виду что это означает что я беру интеграл z0 у меня уже задано а z1 я теперь беру интеграл где z1 распределен вот по этой мере по мере по мере мю мю 1 от n и z0 и вот по этой мере то есть вот этот интеграл мы берем ну и несложно проверить такие утверждения давайте я давайте я ну да ну да сейчас где-то тоже написано да вот вот такая формула значит они выглядят немножко загадочно но я попробую их объяснить да еще один шаг после того как мы построили такую меру я могу сделать вот что у меня мемера стационарная поэтому я могу так сказать сдвигать ну значит здесь можно двумя способами поступить первый способ сказать что я определяю сразу вот так в степени z и здесь я просто пишу все то же самое только у меня они могут зависеть там начинаться не с нуля а с какого угодно там с какого-то одного номера до какого-то другого причем эти номера могут быть положительные отрицательные там какие угодно это мера значит точно так же теорема ns ктулча здесь работает но по смыслу если мы хотим мы можем начать с одностороннего процесса а потом перейти к двустороннему именно за счет его стационарности потому что если у нас нет никакой зависимости от времени то мы можем так сказать добавлять сначала x-1 потом x-2 и так далее потом перейти в некотором смысле к пределу короче говоря мы получили вот такую меру на пространстве траектории и оказывается что верно следующее давайте я это напишу это выглядит немножко ну сейчас я сначала напишу потом будем объяснять пусть у меня есть какая-то функция это фи из l1 от x-ми и давайте я введу теперь новую функцию фи с ноликом от x а вот я над х специально ставлю вектор в смысле того что это точка в x степени z который здесь просто фи от x ноликов то есть еще раз здесь написано бесконечная последовательность я беру из этой последовательности нулевой член и смотрю на значение фи в этой точке тогда что вот тогда это и это и Ну ладно, давайте начнём с этого равенства. Что здесь происходит? Во-первых, кто такие вот эти f? Это сигма-алгебры, очень естественные сигма-алгебры. Это минимальная сигма-алгебра, относительно которой измеримы все икситы вот с этими номерами. То есть я могу рассмотреть сигма-алгебру, порождённую компонентами вот этого икса с номерами от минус бесконечности до минус m. И тогда я могу задаться вопросом. Хорошо, у меня есть функция, зависящая от х нулевого. Я беру какой-нибудь n тысячи и рассматриваю вот такое условное мат ожидания. То есть я что-то знаю про... у меня функция зависит только от нулевого состояния, а я говорю, а теперь я хочу условное мат ожиданий, и мое условное мат ожидания будет зависеть только от иксов с номерами от максимум до минус n. Первый факт. Оказывается, что зависимость будет только от икс минус n. И второй факт. Зависимость будет вот такая. Доказательство, на самом деле, весьма прямолинейное. Надо просто проверить, что это мат ожидания. Если вы помните определение условного мат ожидания, то оно у вас сразу и получится. Давайте для n равно 1 попробуем. Если я хочу... Понятно, что дальше можно будет рассуждать, так сказать, по индукции. Вот хочу доказать вот такую штуку. То есть что это значит? Во-первых, эта функция измерима относительно требующей сигма алгебры, поэтому здесь ставим галочку. И второе, что мы должны сказать, что интеграл по любому множеству... Ну или давайте так напишем. Интеграл по любой функции Пси от иксов, который до икс минус первого, умноженной на Фи, которая зависит, я напомню, от х нулевого ДП, оказывается, должно равняться интегралу по Пси на Куфи от икс минус первого ДП. Обычно в качестве Фи берут индикатор какого-нибудь множества, зависящего только от этих и соответствующей сигма алгебры. Но я напишу так. Смотрите, что у меня здесь тогда написано? У меня... Давайте я предположу, это на самом деле несущественно, то, что такие множества образуют... Им можно приблизить любое множество в соответствии с сигмалом. Короче говоря, я вот здесь скажу, что моя Пси зависит от конечного числа. Это на самом деле никакое не ограничение. Тогда берём и пишем вон ту формулу для левой и для правой части. Будет написано одно и то же. В чём будет разница? Будет написано там вся вот эта куча интегралов, и вся разница будет только в последнем, вот в этом интеграле. Давайте на него посмотрим. Здесь будет написано так. Интеграл dμ1. Ну или мы можем даже написать вон ту формулу. Ну ладно, давайте напишем. Да, я прошу заметить, что вот эта функция Пси, которая здесь стоит, её можно вытащить и поставить вот сюда, перед последним интегралом. Поэтому у меня получается вот такая формула в левой части. Тут написано сверху и снаружи ещё куча разных других интегралов, но самый внутренний интеграл вот такой. И он интеграл по х0. Теперь что написано здесь? Здесь у меня всё вообще заканчивается интегралом по х-1. Поэтому на самом деле я мог бы просто написать вот такое выражение. Тут, кстати, возникает вопрос. А если моя функция, если я вот сюда добавлю фиктивный z n плюс 1, то почему эта формула будет корректно определена, оставляю это вам в качестве упражнения. Короче говоря, вот у нас получилось такое равенство. Если у меня получится доказать равенство вот этих выражений, то тогда естественно и у меня получится и равенство самих вот этих выражений. Потому что я к одинаковым штукам применяю одинаковое преобразование. Ну смотрите, то, что здесь написано, это на самом деле просто вот эта формула. Точнее, это её аналог. Если бы вы вместо рассмотрели вон ту формулу, когда φ равно индикатору какого-нибудь множества, то она была бы верной, она была бы просто вот этой. Ну потому что можно на это же так посмотреть, что это есть интеграл d μ1 от z1, z0 на индикатор z1. А здесь у меня получилось, сейчас, прошу прощения. Нет, всё правильно. Дайте проверять. Здесь у меня... А, ну да, всё правильно. У меня здесь немножко в разные стороны идут буквы, поэтому возникает некоторая путаница. Ну, так сказать, здесь у меня написано z1, z0, а там написано z1, z0, там x-1, там x0, x-1. Поэтому тут ещё звук индекса на единичку, немножко, может быть, вас запутает. Но вот видно, вот оно, равенство, которое у меня есть. Но дальше, поскольку левая и правая часть — это непрерывные операторы, там, по вот этой функции, скажем, из пространства l1, то мы можем приближать там любую функцию ступенчатым, для ступенчатых верно, значит, верно и для любых функций. Значит, для любых функций это вон то. Всё. Таким образом, это доказано. Это доказано, значит, и вот это доказано. И вот это тем самым доказано тоже. Ну, а если здесь написано не φ, а, значит, это уже вычисление провести n раз, то здесь можно написать и буквы n. Вот. Теперь смотрите, что получается. Да, у этой формулы есть сопряжённый, так сказать, брат-близнец, который будет записан так. Давайте я восстанавливаю здесь вот эти буковки. Именно… Вот такой. А теперь смотрите, что у меня получается. А если я применю и то, и другое? А именно, если я сделаю вот что. Я рассмотрю мою функцию φ0. И рассмотрю её условным от ожидания под действием… Ну ладно, сейчас, если в самом плохом случае, получится не в том порядке. Ну, например, относительно f-n. Значит, была функция, которая зависела только от x0, стала функцией, которая зависит только от x-n. А теперь, если я рассмотрю её ещё раз, её мат ожидания. Да, и вот эта штука, это, как мы знаем, q в n фи от x-n. Ну, вот здесь написано, смотрите, такая штука, что если я здесь пишу функцию, зависящую только от нулевой координаты, и беру условное мат ожидания по такой сигмал, то получается, что функция зависит от xn, естественно. Причём вот так зависящая. А если бы я могу сдвинуть нумерацию координат и сказать, что если у меня функция зависела от x-n, а я бы потом её взял условное мат ожидания по f0, то у меня бы получилась функция, которая зависит только от x0, и которая есть q со звёздочкой в n, q в n, φ от x0. Вот, вот оно, вот он наш объект, вот оно, путешествие туда и обратно. Была функция от нулевой координаты, мы сначала от неё перешли к функции, зависящей от, ну там, от минус n координаты, а потом вернулись обратно к функции, зависящей только от нулевой. И на вот этом путешествии туда-обратно мы заработали ровно тот оператор, который стоит в теореме роты. То есть этот оператор это не какое-то чудо, а вот оно, вполне естественная вещь. Ну а дальше надо рассуждать примерно так. Это никакое не доказательство, но, по крайней мере, некоторая аргументация. Здесь надо вспомнить вот что. Давайте я посмотрю, ну здесь есть вот это наружное условное мат ожидания, которое всё время одно и то же. Давайте его, ну оно, так сказать, на сходимость не влияет. Посмотрим на то, что написано внутри. А внутри у нас написана некоторая последовательность случайных величин, которая зависит от n и которая является, если я правильно помню, обратным мартенгалом, ну или обращённым мартенгалом. То есть это значит, что у нас последовательность сигма-алгебр, относительно которых эта штука измерима, она каждый раз становится всё меньше и меньше. То есть если я вот это обозначу теперь, я забуду про то, что тут написано, если я напишу, что это есть некоторая кси n от х, если хотите, то получится у меня следующее, что моя последовательность сигма-алгебр, кси n, значит каждый раз последовательность сигма-алгебр убывает, она измерима относительно вот этой, давайте я даже после нее как-нибудь и позначу, bn. Каждый раз она у нас всё меньше и меньше, и тогда мы можем сказать, что и мат ожидания кси n последующей bn плюс 1 это кси n плюс 1. Потому что если я возьму условное мат ожидания по меньшей сигма-алгебре, то всё равно, что я сразу здесь взял мат ожидания по той сигма-алгебре меньше. Это просто свойство условных мат ожиданий. Значит, вот это всё называется кси n обратный Мартингал. Теорема из теории случайных процессов. Если у вас есть обратный Мартингал, то кси n сходится к некоторому кси с чертой, с крышкой, которой есть условное мат ожидания кси, ну можно сказать, кси 1, по пересечению всех bn, по так называемой хвостовой сигма-алгебре. То есть если я возьму все эти штуки, пересеку, то здесь у меня будет пересечение bn. И оказывается, что вот есть такая сходимость. Ну, собственно, вот оно и всё. Сходимость есть, значит, эти... Ну и дальше у нас есть вот это наружное условное мат ожидания, которое сходимость в каком-то непонятном пространстве x в степени z в x жирном переводит нас обратно в сходимости в самом исходном пространстве. Ну и дальше вот, собственно, вам и теорема Роте. Вот доказательства. Ну и идея, как тут дальше можно работать. Дальше на самом деле тут есть много разных нюансов, связанных с исследованием, например, сигма-алгебра такого типа. Я про это говорить не буду, но я скажу одну вещь в заключении. От теоремы Роте до сходимости в любимых наших сферических среднях есть ещё шаг, который мы пока вообще никак не затрагивали. Здесь же q со звёздочкой написано. Вот эти штуки, они как-то связаны с q в n или φ. А здесь не q в n, а вот не пойми что. Поэтому нужен ещё один шаг. Этот шаг требует обязательно некоторой связи между q со звёздочкой и самим q. Надеяться на его самосупряжённость не получится. Значит, можете попробовать выписать этот самый q со звёздочкой q для вот того кодирования марковской цепи, того кодирования свободной группы, про которую мы уже говорили сегодня, которую мы построили. Представьте, что свободная группа там на чём-то действует, и тогда вот кто такие q со звёздочкой. Оказывается, что они немножко разные. Окажется, что чтобы получить вот такое переписывание, надо сделать две вещи. Во-первых, как-то связать. Оказывается, что связать удаётся вот примерно таким образом. Ну, давайте я напишу вот так, где у — это инволюция, да ещё и самосупряжённая. Ну, во всяком случае, во всех приложениях мы вот такое можем построить. И дальше надо некоторым образом связать вот эти выражения со степенями q. Ну, понятно, что здесь будет примерно двоенная степень, потому что надо будет написать q со звёздочкой в катый, q в катый. Если сюда подставить, скажем, вот это выражение, то у меня всё равно здесь в середине одна буква у останется. Но оказывается, что можно построить некоторые оценки вот такого типа. Тут на самом деле они будут несколько более сложными вот такими, если я правильно помню. И из них любой неотрицательный φ. С помощью них можно перевести сходимость этих q в сходимость вот этих выражений. Это так называемое сложное место, это максимальное неравенство, немножко похожее на то, про что мы говорили, когда обсуждали органическую теорему для одного преобразования. Здесь на самом деле используется некоторая похожая техника, но про это я совсем говорить не имею возможности. Что теперь мы будем делать в следующий раз? В следующий раз мы будем строить кодирование для широкого класса групп, так называемых фуксовых групп. Это просто дискретные подгруппы движений плоскости Лобачевского. Мы там кое-что про них расскажем. Но я прошу заметить, что вот эти условия, они не бесплатные. Они будут на наше кодирование тоже налагать некоторые условия. Грубо говоря, вот это условие означает следующее, что если вы кодируете какой-нибудь элемент группы каким-нибудь путём в вашем графе, то ваш граф должен обладать некоторой инволюцией на пространстве состояния, которая, эта инволюция, переводит все стрелочки в стрелочки задом наперёд. То есть если у вас была стрелочка из i в g в вашем графе состоянии, то после инволюции у вас будет стрелочка из f от g в f от i. Ну а, соответственно, если вы ещё раз примените, вы повернетесь обратно. Причём, вот, значит, это инволюция. Соответственно, если у меня есть какой-то путь, то я могу к пути применить инволюцию, после чего надо переписать задом наперёд. Ну потому что стрелочки стыковались, и мне надо, чтобы, так, неформально говоря, если какой-то путь кодирует какой-то элемент группы g, то вот этот путь, соответствующий ему при инволюции, кодировал бы элемент g в минус 1. Ну и лучше сказать наоборот, что элемент g в минус 1 кодировал бы вот этот путь, не какой-то абстрактный путь, а вот именно конкретно этот, получающийся из него инволюцией. Это и позволяет нам на самом деле написать вот эту вот формулу. Ну а u, получается, связанно с этой инволюцией. Это я проговаривать не буду, но это потребует несколько большей возни со всеми этими индексами, матрицами этих маркских операторов и так далее. Я в следующий раз про это буду говорить очень абстрактно, и тот факт, что вот это условие, вот эти условия точнее, они переписываются некоторым образом в условия на кодирование, он будет важен. Также я объясню, как на языке кодирования, на языке вот того самого марковской цепи, будет проявляться вот это условие, максимальное неравенство вот это. Оно там будет иметь несколько более сложный вид, но я объясню, откуда оно берется. Ну про это мы поговорим в следующий раз, который будет последним занятием моей части курса. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова